Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня специально для сайта mashmaster.ru и для канала «Всё о стиральных машинах» я расскажу вам, как же правильно постирать бейсгальтер в стиральной машине. Обычно нежелательно стирать в машине модели из нежных, тонких тканей, а также изделия с дорогими кружевами, сложным декором, вышивкой, ну и, естественно, с пушапом из геля. Но остальные лифчики можно доверить машине автомат. Но, конечно же, только при соблюдении правил. В первую очередь мы предварительно сортируем бельё и кладём в барабан к нашим бейсгальтерам только подходящие по цвету вещи. Конечно же, мы не кладём в барабан ни джинсы, ни банные полотенца, ничего такого громоздкого и плотного. Всё лёгенькое. То есть нижнее бельё, может быть, простынку, наволочку. За 15-20 минут до стирки мы замачиваем бейсгальтер в тёплой водичке. Можно, конечно, с деликатным моющим средством. А грязь, когда размягчилась, то переходим к самой стирке. Кладём бейсгальтер в мешочек. Можно даже купить сферу для стирки. Предварительно обязательно застёгиваем крючки-застёжки. Используем для стирки жидкие моющие средства, желательно для детского белья, ну или предназначенные специально для бейсгальтеров. Они просто лучше уполаскиваются. Ну и к телу не страшно потом такую ткань прикладывать. Для стирки используем жидкие моющие средства. Они лучше уполаскиваются. Ну и используем только режим деликатной или ручной стирки. То есть в них вода не должна превышать 40 градусов. Очень важно, если вы используете горячую воду, то она приведёт в негодность эластичные волокна в ткани бейсгальтера и, естественно, его лямочек. И бейсгальтер может даже пожелтеть. То есть поролон пожелтеет в пушапе, а ткань даст усадку. После стирки раскладываем бейсгальтер горизонтально на полотенце. Можно развесить на сушилке так, чтобы через перекладину сгибалась центральная часть. Вот эта центральная часть бейсгальтера. А по поводу ухода, ну что я вам скажу, не используйте. Во-первых, отбеливатели с хлором. Также никаких смягчителей, никаких кондиционеров. Они просто понизят долговечность эластичных волокон. Перед стиркой, ну не поленитесь, посмотрите, крепко ли держатся крючки. Крючочки. И не вылетят ли косточки. Они просто-напросто повредят ваш барабан. После стирки никогда не выворачивайте чашечки. То есть не делайте вот так. Не выворачивайте их. Так как потом, вот с этой вот стороны, появятся морщинки. И не замачивайте надолго бейсгальтер с металлическими косточками. Иначе могут просто пить ржавые пятна через ткань. Не стоит также надолго окунать воду и белье ярких расцветок. Потому что длительное замачивание пагубно скажется на интенсивности цветов. Итак, сегодня я рассказала вам, как же правильно постирать в стиральной машине бейсгальтер. Если вам понравилось наше видео, которое, кстати, было снято специально для сайта mashmaster.ru и для канала «Все о стиральных машинах», тогда, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Если информация была вам полезна, ставьте лайки. Мы вас ждем еще на нашем канале. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok